МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это Город новостей в студии Игорь Конюшков. Последние события из жизни города в материалах наших корреспондентов. Сегодня в выпуске. Главное – успеть! Чтобы сейчас гражданам получить право, устанавливающие документы на жилое помещение, необходимо заключить договор социального найма. Семьи, проживающие в бывших студенческих общежитиях, получили право приватизировать свое жилье, но в короткие сроки. Пегас тоже не гарантирует. И не там, и не тут. Там было плохо, здесь выходит еще хуже. Смена управдома не изменила ситуацию в доме на Луговой. Готовимся к исцелению. В прошлом году, как купалась, мне очень понравилось. Адреналин такой. Крещение Господня в Кунгуре будет отмечено церковными службами и купанием в проруби. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Далее обо всем с подробностями. Бесплатно, но срочно. У полусотни кунгурских семей появилась возможность приватизировать свои комнаты в бывших студенческих общежитиях по Гоголя 1А, ДЕ и Коммуны 34. В конце прошлого года они перешли из федеральной в муниципальную собственность. Только времени для приватизации остается немного, до 1 марта. Елена Котельникова оценила намерения и возможности будущих владельцев. Возможность приватизации общежитий возникла в конце прошлого года. Тогда они были переданы в муниципальную собственность и получили статус жилых помещений. С 10 января в жилищной комиссии появилась очередь из желающих бесплатно приватизировать свои комнаты в общагах. Среди таких Ирина Мадьярова. Она с тремя детьми уже около 15 лет живет в общежитии по Коммуне 34. Я отношусь к этому положительно. Почему? Потому что я смогу еще с помощью этого расширить свои жилищные условия. Так как у меня трое детей, я смогу воспользоваться еще двумя материнскими капиталами. К расходам ты к дальнейшему готовы, потому что там и налоги, и содержание жилья. Все такое готово. Ирина пришла вовремя. Срок бесплатной приватизации заканчивается 1 марта. Чтобы сейчас гражданам получить право устанавливающие документы на жилое помещение, необходимо заключить договор социального найма. С этим документом граждане идут в управляющую компанию и регистрируются, прописываются в том объекте, который им предоставлен. Словом, если люди успеют приватизировать комнаты в общежитиях по адресам коммуны 34, Гоголя 1, АДИ, они совершенно бесплатно станут хозяевами квадратных метров. Особенно это, конечно, важно для одиноких пенсионеров, ветеранов обувного комбината. Их немало, особенно в общежитиях на улице коммуны. Но сначала оформление документов, а с ними не все просто. Вопрос сейчас у них возникнет по кадастровому паспорту. Для оформления договора по приватизации жилой площади кадастровый паспорт не требуется. Поэтому мы договор будем заключать на основании технического паспорта, который у каждого имеется. Кадастровый паспорт, подсказывают в комиссии, можно будет оформить и после 1 марта. Это обычно занимает около трех месяцев. Впрочем, выбор, приватизировать комнату в общаге или нет, сможет сделать только сам проживающий, его семья. Это дело добровольное и ответственное. На сегодняшний день, согласно закону о налоговой системе, налог на недвижимость составляет 0,1% от стоимости квартиры. Вот смотрим по техническому паспорту БТИ. 46 520 рублей. Площадь 22 квадратных метра. Это оценка БТИ. Рыночная стоимость этого объекта намного больше. Многодетная мама Ирина и к сложностям готова. К тому же, право бесплатной приватизации предоставляется только раз в жизни и грех им не воспользоваться. Елена Котельникова, Вячеслав Алексеев, Галина Криклипцева, телекомпания «Кунгур». Зона детского травматизма. На улице батальонная 10 на территории бывшего военного городка детям опасно выходить на улицу. При отсутствии оборудованной детской площадки местные детвора проводят время на заброшенной стройке. Под окнами своего дома. Альтернатива опасная, уверены родители. В ситуации разбиралась Елена Котельникова. Снесли бы, на то пошло, если строительство тут уже никакого не предвидится. Снесли бы это все, убрали. Присыпали бы землей. Тут бы, может быть, трава росла. И то бы интереснее было. Жители улицы батальонной 10 много лет ждут, когда останки солдатских казармей и столовой будут окончательно снесены. У Лидии Петровских недавно во время прогулки здесь пострадала правнучка 9 лет. Два раза она ломала руку. Один раз в двух местах, что ли, поломала. И два месяца она отсидела. И снова, значит, эту же руку в трех местах. Здесь бегала, да? Здесь, здесь. Неоднократной свидетельницей несчастных случаев была Ираида Сырвычева. Детей у нас в доме очень много. Бегают. Вот зимой, ладно, пока они учатся. А вот летом, осенью, и не раз уже и ноги ломали, и калечились дети. Детской площадки здесь нет. А ведь только в одном доме по батальонной 10 живет более 70 семей. В городской администрации, говорят, у руин есть хозяин. Это не муниципалитет. Акунгурский индивидуальный предприниматель Владимир Поляков. Четыре года назад он выкупил эти здания для будущего строительства. Попытка встретиться с собственником опасных развалин была неудачной. Сейчас мы находимся у офиса Владимира Полякова. По адресу просвещения 13 личной встречи у нас не получилось. И в телефоне сотрудники его офиса нам отказали. Хотя по некоторой информации стало известно, что заброшенное здание на территории бывшего военного городка сносить предприниматель не собирается. А весной будет ограждать территорию. Впрочем, у жителей батальона есть еще одна возможность защитить своих детей. Обратиться с заявлением в прокуратуру. Елена Котельникова, Алексей Долгоруков, Галина Крикливцева, телекомпания «Кунгур». Шило на мыло. То, что происходит в доме по улице Луговая, 31 Г, жильцы называют не иначе, как вселенским потопом. Начало коммунальной беде положила управляющая компания «Гарант Комфорта». Пришедший ей на смену «Пегас» на помощь жителям Луговой тоже не торопится. Подробности знает Татьяна Андреева. Скоро будем плавать в квартирах, шутят некоторые жильцы. Это было бы действительно смешно, если бы не так грустно. В подъезде стойки неприятный запах, а в подвале грязное озеро. Сток туда и идет напрямую в колодец. Здесь труба, видимо, забитая. Где-то плохая проходимость. Приезжали сантехники, пробили, видимо, плохо. И звоним каждый день, сделала заявку, и заявка принята. И никаких сдвигов. И каждый день, вот уже месяц целый. Проблемы с подвалом у жильцов начались, когда дом был в ведении «Гарант Комфорта». Тогда 18 квартир решили сменить управдома. В этом случае порекомендовали нам эту управляющую компанию «Пегас». Обнадежили. Все, мы вам сделаем, все будет хорошо, и будете жить в комфорте. И в конце концов получается, что и не там, и не тут. Там было плохо, здесь выходит еще хуже. Таким образом, грязная вода из квартиры попадает в подвал. Прежний управдом поменял несколько труб на видное место на металлопластиковые. Но их соединили со старыми, прогнившими. Так что ремонт был сплошной фикцией. Исправлять его последствия не торопится и «Пегас». Люди ждут его целый месяц. Отправляемся к управдому. Директора Александра Григорьева на месте нет. Его сотовый тоже не отвечает. Секретарь уверяет, во всех бедах жильцов виноват прежний управдом. «Гарант Комфорта» оставил дом в бедственном состоянии. Теперь «Пегасу» приходится все расклебывать. Нам также удалось узнать, что в конце недели порыв будет устранен. Но покоя не дает одно странное совпадение. «Пегас» расположился по соседству с бывшим кунгурцентром инжинирингом. А цену его обещаний мы еще помним. О том, что известно администрации города о новой управляющей компании «Пегас», сегодня мы разговариваем с первым заместителем главы «Кунгура» Николаем Пилипчуком. Здравствуйте, Николай Иванович. Здравствуйте. Николай Иванович, что вам известно об этой новой компании? Первый опыт, буквально два месяца работы этой управляющей компании на нашем рынке жилья, к сожалению, подтверждает, что она не готова для выполнения и оказания этих услуг. Очень много жалоб идут по теплу, то есть аварийные ситуации, которые возникают, они своевременно не устраняются. Есть жалобы по подаче услуги, такие как вода, есть жалобы по вывозу жидких бытовых отходов. Мы эти жалобы фиксируем, проводим проверки, выезжаем на место, ну и понуждаем эту управляющую компанию свои обязательства выполнять, но, к сожалению, увы, это у них не получается. Мы на межведовственной комиссии, которая участвует в прокуратуре, деятельность этой компании в конце прошлого года уже рассматривали, потребовали от них, чтобы они появились в наших ресурсоснабжающих организациях, ПГС теплоэнерго, водоканал, энергетики, но, к сожалению, до настоящего момента руководитель этой управляющей компании там не был, никакие договора не заключены, поэтому единственное, что могу сказать, я особых перспектив развития и нахождения этой управляющей компании в городе Кунгуре не вижу. Мы предпринимем все усилия для того, чтобы неадекватных управляющих компаний больше в Кунгуре не появлялось. А вам не кажется странным, что управдом Пегас располагается в том же здании, что и некогда Кунгур-центр? Есть ли в этом какая-то связь? Ну, может быть, ничего страшного нет, но если они будут так работать, как работала предыдущая управляющая компания, то лучше им свою деятельность уже на данный момент свернуть, и в Кунгуре им делать нечего. Я не хочу вмешиваться в деятельность этой управляющей компании, и единственное, что могу сказать, вот те факты, которые я называю на сегодняшний день, более того, у нас уже есть факты, что даже те жильцы, которые проголосовали и выбрали эту управляющую компанию на свой дом, уже есть заявление, что они хотят расторгнуть эти договора с этой управляющей компанией и уйти в любую другую управляющую компанию. Раз уж мы затронули тему Кунгур-центра, на директора этой компании в свое время было заведено уголовное дело. Есть ли какие-нибудь новости по этому вопросу? Ну, я единственное, что могу подтвердить, что как таковых управляющих компаний Кунгур-центр, Кунгур-центр инженеринг, как управляющих компаний с жилым фондом в городе Кунгуре больше нет. Последние дома, которые оставались в Кунгур-центре инженеринга, до Нового года они получили уведомление со стороны этой управляющей компании, что она снимает всякие полномочия и больше эти дома обслуживать не будут. Что касаемо руководства этих управляющих компаний, то комментировать, конечно, это право правоохранительных органов, но я знаю, что уголовное дело, которое там возбуждено, оно в настоящий момент, по нему проводятся следственные действия, оно находится в стадии расследования. Но какой будет итог, я думаю, что силовики потом Кунгур-центр знакомят с результатами. Спасибо, что пришли к нам в студию. Всего доброго, до свидания. Спасибо, до свидания. Далее блок рекламы, а после вы увидите. В прошлом году купалась, мне очень понравилась адреналин такой. Крещение Господня в Кунгуре будет отмечено церковными службами и купанием в проруби. Что год грядущий нам готовит. Народный взгляд на летний урожай. Впервые корпорация Центр. Дарит лето! С 15 по 31 января забирай любую электронику в рассрочку, не заплатив ни рубля. Получай два взноса и июнь-июль в подарок. С рассрочкой на 30 месяцев лето в подарок. 18 января с 9 до 19 часов в Доме культуры машиностроителей ярмарка продажа богатства меха. Для вас шубы, дубленки, меховые жилеты, головные уборы. Предоставляется кредит, беспроцентная рассрочка и скидки. Ну, теперь ты мой. А ты стирай и убирай. Есть мыть, стирать и убирать. В корпорации Центр. Чистим склад. Снижаем цены. На всю бытовую электронику с 15 по 31 января. Хотите квартиру в тихом и удобно расположенном микровайоне? Тогда мы ждем вас. Предлагаем квартиру в новом доме по улице Свободы 130. Рассрочка. Ипотека. Цены на квартиры ниже, чем стоимость вторичного жилья. Звоните. Телефон 342-293-54-81 или 237-09-02. Магазин пластиковых панелей предлагает широкий ассортимент различной расцветки, длина панели под ваш заказ, а также подоконники и напольный плинтус. Цены от производителя. Город Кунгур, улица Ситникова, 29. Вы смотрите Город новостей. Продолжим выпуск. Новогодние праздники закончились. Напоминанием о них остались выброшенные на контейнерной площадке использованные елки. А ведь от них еще может быть польза, утверждает Марат Борисов. В эфире «Мелочи жизни». На протяжении нескольких лет в этом месте, на улице Просвещения, был тротуар. Здесь ходили люди. Тротуар остался до сих пор. Но в чем проблема? Не так давно здесь появилось вот это ограждение. Вообще, конечно, наверное, неудобно. Но зачем загородили? Из-за появившегося ограждения люди сейчас вынуждены выходить на то место, где находится парковка для автомобилей. И сейчас на самом деле непонятно, для чего была сделана эта мелочь. Сейчас мы находимся во дворе одного из многоквартирных домов Кунгура. И как пример хочу вам показать вот этот сугроб. На первый взгляд ничего страшного. Сущая мелочь. Но если смести снег, под ним открывается вот этот металлический штырь. Это не мелочь. Это для первого часа случая. Вон ребенок идет, маленький. Он возьмет и будет получить травму. Кто будет отвечать за него? К сожалению, подобных опасных мест в нашем городе предостаточно. Но я думаю, что вы согласитесь. Эта мелочь и детская площадка – вещи несовместимые. Празднование новогодних праздников подошло к концу. И сейчас рядом с контейнерными площадками нередко можно увидеть выброшенные елки. Хотя, в принципе, от них еще может быть польза. И это я вам сейчас докажу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знаете, мне кажется, что даже так получилось неплохо. Плюс к этому можно принести еще несколько елочных игрушек. И пусть ненадолго, но до весны мелочь это может украсить. Вот это некогда пустое место. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В субботу православная церковь будет отмечать главный христианский праздник – богоявление или крещение Господне. Считается, что крещенская вода обладает особой силой. Традиционно этот день сопровождается массовым купанием. Где грехи смывать будем, знает Татьяна Андреева. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Праздничные службы во всех церквях города начнутся 18 января. Самый торжественный момент Божественной Литургии и Великое освящение воды состоится утром 19-го. Крестный ход начнется от Спаса Преображенского храма в 11 часов. После освящения желающие смогут набрать святой воды из Иордании. Особый вопрос – крещенское купание. Поскольку с каждым годом желающих окунуться в крещенскую воду становится все больше, этим вопросом занимается городская власть. 19 января – суббота, значит, народу на водоемах будет много. В предыдущие годы купание специально оборудованной проруби начиналось ночью с 18 на 19 января. Это опасно, уверены спасатели. Если мы сделаем пятницу, она будет большая, она же будет не оборудована. И ночью начнут туда, в эту прорубь, везти. И не дай бог. Прорубь для купания будет оборудована на прежнем месте у Солнинского моста утром 19 января. К этому же времени появятся палатки для переодевания, торговая точка, где можно будет перекусить. За процессом купания будут следить спасатели, сотрудники полиции и медицинские работники. Любители экзотики могут отправиться в ледяную пещеру. Там можно совершить крещенский обряд в подземных озерах. 19 января в 19 часов часовни состоится праздничная служба. С 8 вечера каждый желающий сможет попасть в пещеру и окунуться в озеро. День крещения синоптики обещают морозным. Церковнослужители советуют горожанам не рисковать здоровьем. Погода нас нынче не балует своим теплом. И поэтому всяк должен сообразоваться со своим здоровьем, со состоянием здоровья. И не надо думать, что если я окунусь в прорубь, вот что с меня смоются все грехи. Грехи только смывают покаяние, перемены образа жизни. Крещенское купание не относится к церковным канонам. Это скорее народная традиция. Но русский народ частенько развлекается по принципу «Номируй смерть красна». Поэтому определяющим правилом для каждого, который рискнет отправиться в прорубь, должно быть главное без фанатизма. Татьяна Андреева, Вячеслав Алексеев, Галина Крикливцева, телекомпания «Кунгур». Как относятся кунгуряки к крещенскому купанию? Что это? Экстрим или спасение души? Рубрика «Глаз народа». Мы купаться не будем, не будем холодно. Времени нет и здоровья. Жалко, боюсь холодную воду очень. Хотела, конечно, сегодня, нынче решиться. Но уже опять мороз, не получается. Отношусь к этому с позитивом. Нынче сам хочу опробовать. Люди себя после этого очень хорошо чувствуют. Хочу проверять. Правда это или неправда? Если людям нравится, так пусть они купаются. Я как бы не знаю, ну я ни разу не купался еще. Но хочу попробовать в этом году. Нет, ни разу не купался. Но в храм хожу. В прошлом году купалась, мне очень понравилось. Адреналин такой. На Руси народ издавна по погоде узнавал, большая ли будет вода весной, ударят ли морозы зимой и жарким ли будет лето. Сейчас этим занимаются ученые-метеорологи. Но многие по-прежнему верят природным приметам. Они утверждают, что особенности нынешней зимы обещают урожайный год. Издавна считалось, что если декабрь снежный и холодный, год будет плодородный. Подтверждает это и январь. На крышах много частых и длинных сосулек, а осадков мало. Особый смысл придавали наши предки погоде в Крещении 19 января. Если крещенские морозы сильнее рождественских и сретенских, то урожай будет хорошим. Сегодня за два дня до Крещения температура воздуха в полдень опустилась до 34 градусов мороза. Холодно, но как поется в одной песне, не грустите люди, скоро лето. Оно, судя по приметам, будет богатым на урожай. Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание на то, что теперь ночные выпуски города новостей будут выходить на час позже, в 23 часа. Далее прогноз погоды и рубрика «Если завтра ремонт». Если у вас есть интересные новости, звоните нам в наш телефон 234-13 или оставляйте на сайте www.trg.ru. Всего доброго, до свидания. Спасаем мебель в самых тяжелых случаях. Нам под силу все. От стула и мягкой мебели, от современной до антикварной. Павильон по улице Свердлова, 46. Телефон 8-902-63-70-922. Наши феромоны нужны даже кроликам. Волшебная ночь. Мира 20, ТЦ «Авангард», газеты «Звезда», 21А. 18 января с 9 до 19 часов в Доме культуры машиностроителей и ярмарка продажа богатства меха. Для вас шубы, дубленки, меховые жилеты, головные уборы. Предоставляется кредит, беспроцентная рассрочка и скидки. Компания «Уралстройсервис» – первый производитель металлопластиковых окон в Кунгуре. Компания «Уралстройсервис» – это 11 лет на рынке. Компания «Уралстройсервис» – это высококлассные специалисты. Наши окна и двери – это комфорт и тишина в вашем доме. Компания «Уралстройсервис» – только экологически чистые и качественные материалы. Компания «Уралстройсервис». Окна от производителя. Не хватает острых ощущений? Хотите побывать в пасте крокодила и прокатиться на самых крутых американских горках? Кинотеатр 3D открывает свои двери 18 января. Первым посетителям скидки. Смекайте, почувствуйте другую реальность. С планетой кино в развлекательном комплексе «Циклон». Телефон 4-12-14. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 18 января в Кунгуре облачно, без осадков. Температура воздуха ночью минус 27, днем минус 22. Атмосферное давление 749 мм ртутного столба. Ветер южный 4 м в секунду. Генеральный спонсор рубрики «Если завтра ремонт» компания «Сарком». Телефон 3-99-87. Экологически чистая, безотходная технология получения высококачественных декоративных и защитных покрытий – это порошковая краска. Так уж получилось, что жидкая краска ей по этим показателям проигрывает. Всем здравствуйте, с вами Дмитрий Язов, программа «Если завтра ремонт». Давайте мы поближе познакомимся с порошковыми красками. Покрытие порошковой краской чаще всего применяется на металлических изделиях. Например, большинство стальных дверей сейчас окрашиваются именно таким способом. Давайте на их примере об этих красках и поговорим. Вообще, с использованием этой технологии примерно 15% всех изделий подлежащих окраске. И это число постоянно увеличивается. Покрытие формируют из полимерных порошков, которые наносят на окрашиваемой поверхности изделия. Затем изделия нагревают и выдерживают при заданной температуре несколько минут. Какие же преимущества у такого способа окрашивания? Их много, поэтому давайте рассмотрим основные. Во-первых, экономичность. Себестоимость окрашивания низкая и зависит от величины и сложности окрашиваемого предмета и типа краски. Экономия происходит за счет стоимости растворителей, которых в порошковой краске просто нет. В итоге и дверь обойдется вам дешевле. Во-вторых, конечно, декоративность. Использование широкой цветовой гаммы, более 5000 цветов и оттенков и фактур сделают вашу дверь неповторимой. Поверхность приобретает свойства, которые при применении традиционных технологий или недостижимы, или стоимость их в несколько раз выше. Например, такие оттенки, как золотистый, серебристый и алюминиевые металлики, и стоят гораздо меньше, и выглядят гораздо лучше. Ну и, конечно же, у порошковых красок есть такие важные свойства, как прочность и долговечность. На двери создается ударопрочное покрытие с высокими антикоррозийными и электролизационными свойствами, а также стойкость к растворам щелочей, кислот и органическим растворителям. Применение этой технологии избавляет от экологических проблем. Огнеопасные и токсичные жидкие растворители не используются. Кроме того, порошковое окрашивание безотходно за счет практически полного возврата порошка, который не осел на окрашиваемом изделии, и его повторное использование. Это была программа «Если завтра ремонт» и Дмитрий Язов. Удачного вам ремонта! Продается деревянный дом 64 квадратных метра, с землей 5 соток, район 37-го магазина, телефон 367-56. Софье Кутымовой требуется финансовая помощь в связи с болезнью ее сына, которому 1 год 2 месяца. У него обнаружили злокачественную опухоль печени. Желающие помочь могут перечислить свои денежные средства на счет. Реквизиты счета вы видите ниже. Последние спортивные события Кунгура в рубрике «На старт». Каждый вторник в программе «Город новостей». Здравствуйте! Вы смотрите «Открытый диалог» в студии Мара Борисов. Гарантии-то какие? Государственные. Не получится так, например, как в свое время? Знаете, Мавроди ведь тоже выплачивал? Где уверенность в этом, что программа все-таки будет работать? Она вот... Во-первых, мы не будем ронять Путина с Мавроди. Кто занимается уже распределением тепла в доме? То есть до дома – это зона вашей ответственности, так я понимаю. Говорим о том, что интересно, доступно и понятно. «Открытый диалог» каждую пятницу в 19.00 перед программой «Город новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова